Ну говори, что пришел-то? Ну, вопрос такой, Игнатий, вот иконы вскрою я бросил писать, писать не буду. Ну вот обещанный портрет, за кого обещал, я как могу теперь отказаться? Так никак, допиши. Портреты можно писать? Можно, конечно. А, ну тогда другое дело. Ну иконы я теперь не буду писать. Не надо. Я так и сделаю. Так, не греши больше. Хорошо. Да как хорошо, это слова нельзя, наверное, говорить. Хорошо, не буду грешить. Это не получится, не всегда получается. Хорошо. Нина тебе поклон большой передает. Хорошо. Говорит, как звонишь Игнатию, обязательно поклон. Мы каждый день вас поминаем, молимся. Вас, Валентину, Нину. Мы вас каждый день тоже вспоминаем в молитвах. И Акима, Надежды я вспоминаю. И Павла. Ну. И вот еще парень с вами. Никита, Никита. Никита, да. Он мне нравится такой. Он хороший. Да. Ну, видишь, как она, то налаживается, то не налаживается, не поймешь. Это аппаратура же, что ты с ней сделаешь? А у меня, может, такое качество, этой аппаратуры, что она не очень-то и годная. Кто-то знает. Ну, может, скоплю, да, сбоку. Вот сейчас портреты буду писать, да, может, что скоплю, да, куплю, ноутбук какой-то. Здоровье-то как 78 лет-то, Игнатий? Как, Восин, не понял, о чем спрашиваешь? О здоровье твое. Да, здоровье. Здоровье-то желать большего греха просто. Хожу сам, лажу на голубятню каждый день. Вот. А я еще и на велосипеде гоняю. Я все время, все лето на велосипеде, а зимой тут не проедешь, сугробы. Да, зимой, какой велосипед зимой-то? Да, хорошо, ну, слава Богу. Ну, все, вот таких конкретных вопросов нет, у нас все разбежались в церкви, все, и не только в нашей церкви, ведь вот это вот занятие-то проводилось и в Кустанайской, в самой церкви, и тоже все кончилось. И у нас то же самое. А они там какую-то молитву, все время певчие, против меня, чтобы я не вел занятия, и они эти занятия считают неправильными. Вот красные книги, она неправильная. Это какое-то другое учение, называют нехорошо это учение. Вот, они, им, смотри, совпало так, что батюшку в больницу, а я вам все это помаленьку рассосалось, не стали ходить, и все. Они читают по их молитвам, все это им пришло. Вот так. Да я не знаю, как кто-то объясняет. Да и я, так они это самое. Я не сильно. Они на занятиях, некоторые хорошо прислушиваются, такие, я таких стараюсь отдельно потом поговорить, по дороге там где-то вот, пригласить домой, которого, ну, хочет стремиться. А который нет, так он сидит и спит, и тетрадкой рот прикрывает. А зачем он нужен? Вот, я не сильно и стремлюсь. Вот. Вот такие дела. Давление у меня тоже в эти дни подскакивало, болел. У тебя какой рост? 70. Метр 70, да? Да, да. А вес сколько? Вес 85. Почти 20 килограмм лишнего веса у тебя. Какое же сердце выдержит? Ты что себя так не любишь-то? Так, вот, Игнатий, по твоим тогда, помнишь, ты мне сказал, где это, убавь себе диету? Я убавил, а она не получается, что-то. Как делать? Ты, может, знаешь рецепт, как лучше. Ты говорил, за 3 месяца можно запросто сбросить. А как? Как? Ты знаешь, наверное. Ну как, ко мне вот приезжает такой. У него килограмм 50 лишнего веса. Он у меня сразу устраивается на работу. Один ломать хлеба на день. Все. И он уже за 3 месяца, больше, чем, наверное, 3, дырочки на ремне уменьшил. Ну, попробуй, не знаю. А я что, у меня все время на пенсии, да, сижу. У нас тут работу не найдешь такую, чтобы хотя бы сторожить, что-нибудь, снег, снег вокруг чистить, да все вот это вот. Снег я около своего подъезда все время один чищу. Здесь никто не чистит больше. Ну, вот так. Такие вот дела. Ну, а что говорить-то? Библейский срок подошел. 70 лет есть. А большей крепости у меня нету. По-моему, до 80 я не очень-то надеюсь, что дотяну. Бывают такие приступы, что думают, ну, все, скорая приезжает, тут уколами отхаживает, а потом опять вроде ничего, Бог дает еще пожить. Вот. Вот так. Все. Ты как-то это, переговариваешься с этим, с батюшкой, с Геннадием, может, или нет? Нет, никогда. Ну, так-то вы видитесь, а так и переговариваешься. И не видимся. Ну, вот я ролик смотрел. Да, это, Фас, Геннадий, Фас. Вон далеко, в Хакасии, город Абакан. Абакан? Вон куда. Ага, ну, я один ролик видел, что вы у него там были. Ну, это миссионерская поездка была, в Владивосток, находку. Ну, 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 хорошо, ну, ну, мне всегда так нравился, хороший, бачал. очень мне нравилось вот так все у меня больше таких вопросов нет вот эта учеба вся разбежалась иногда они просятся ко мне домой прийти чтобы я занимался, почитал а это иногда, как на них найдет а не всегда вот и получается, что занятий нет а у нас занятия 3 раза в неделю по скайпу а, у вас занятия, да, так ну я же тебя скидывал ну да, скидывал но я говорил тебе тогда, объяснял, что в 2 часа я встаю на псалтырь читать до 3 читаю с 3 у нас на ваших часах уже 4 вы уже почти там прочитали понимаешь? как влезать туда, вступать и говорить я свободен, я не знаю а людям пообещал они определенное количество людей набрали вот, кто должен читать ну я и в этом списке есть и я не могу так бросить и все и вот читаем каждый день бывает не читаю сильно, холодно, болею сильно вот бывает так ну если ничего нету, все, наверное, до свидания, да? ну если до свидания, то с этой не хочется вот, что-нибудь бы, я не знаю, поговорил бы еще что-нибудь вот, видал, вот руки-то какие, видишь вот а руку не видишь, да? нет нет, не видно нет, руку не видно тебе ну ладно, бог с ней, это ничего страшно вот у меня война тут вот немножко есть с этими, с мусульманами война то, что я вот самый тут бородатый почти один в церковь хожу так вот его бы еще убрать бы этого и было бы у них все хорошо и поэтому война чуть грозят не до драки вот поэтому такое вот ну, что я, ничего пока хожу все у нас такие дела вот, поклон от Вали от Нины поклон Валя не может никак настроить свою аппаратуру на тебя вот поэтому ладно, я смотрю, остыл хондрос, это тоже спина болит, да, все такое ну ладно, благослови, Игнатий тогда Бог помощь давай ага Бог, Валя, пока а он не слышит да, все, с Богом пока не слышит оно пока не слышит